Вскоре птичья голоса этого тихого места разбавит звонкий смех. В Звенигородском детском лагере Орленок завершают подготовку к весенней оздоровительной кампании. Базу отдыха проинспектировал глава округа. Андрей Иванов осмотрел прилегающую территорию, обновленные корпуса, пищеблок, столовые и комнаты. Особое внимание уделил вопросу медицинского оснащения. Есть и блок для размещения ребятишек на изоляцию, кабинеты осмотра. Все документы проверяются при приезде детей. Это что, справки? Или это медицинский контакт? Да, полный пакет, справки, да, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Тематическая весенняя смена «Волшебники изумрудного города» для 100 ребят будет проходить с 8 по 15 апреля. Для детей в Орленке предусмотрены различные оздоровительные, спортивные и творческие мероприятия, а также шестиразовое питание. В каждом отряде по 25 человек и трое вожатых. В лагерь приезжают дети сотрудников МЧС со всей России. И приезжают с 7 лет и до 15. А потом плавно переходят в школу вожатых и приезжают у меня уже очень много ребят. Я работаю 11 год. Уже очень много ребят, которые работают уже вожатыми. В лагере также уделяют большое внимание безопасности. По всей территории лагеря у нас сейчас проведено видеонаблюдение. Порядка 40 видеокамер. По итогам осмотра глава муниципалитета дал поручение возобновить экскурсионную программу для воспитанников, которую приостановили на время пандемии. А также проработать квоты для детей из семей участников спецоперации. Нам очень важно сейчас, как вас в такие лагеря, предложить семьям мобилизованных наших военнослужащих. Потому что такой запрос есть на каждой встрече. Важно нам их разместить здесь поближе. Потому что в этих семьях родители не хотят, чтобы дети уезжали далеко на море, в Крым, в Анапу, в Сочи. А летом в лагере произойдут изменения. Ранее в каникулы было предусмотрено 4 смены по 21 дню. А в этом году из-за большого количества желающих здесь отдохнуть, время пребывания сократится до двух недель. Но будет увеличено количество смен до шести.